Поступление в продажу Galaxy S8 многие ждали не только потому, что это же новый Samsung или из-за зажигательных историй с Note 7. Аппарат впервые за несколько лет должен был принести на рынок что-то новое, необычное, то чего мы раньше не видели. Давайте разбираться вместе, пошли ли эти инновации на пользу смартфону и нужен ли обычному покупателю продукт, который принципиально отличается от многих конкурентов. По традиции начнем с корпуса, в нашем случае он выполнен в золотом цвете и при всей моей нелюбви к этому решению я могу сказать, что выглядит смартфон гораздо интереснее, чем уголь на черный S8+, который у нас на тесте побывать уже успел. Задник имеет под стеклом текстурную подложку с рисунком из множества точек, благодаря чему телефон переливается, бликует и в целом смотрится харизматично. Кант S8 выполнен из алюминия, но в отличие от всех остальных производителей, Samsung решили не вскрывать его анодом, который применяется не первые годы, признаться по правде, уже достал. А отполировали металл и в нашем случае покрыли его лаком в тон задней панели. С одной стороны красиво и спорить с этим я не буду, но с другой алюминиевые сплавы особой твердостью не отличаются и сами по себе они гораздо мягче оксидной пленки, которой является анодировка. Вывод? Повредить ребра и торцы вы сможете очень легко, а значит обращаться со всей этой красотой нужно аккуратно. Последние годы Samsung, несмотря на всю нежность корпусов своих смартфонов, поголовно оснащает свои флагманы защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, который позволяет устройству выжить после получасового пребывания под водой на глубине до 1 метра. Нужна ли эта фича на каждый день? Определенно нет, но я думаю вы бы были не против остаться с рабочим телефоном после того, как ливень застал вас врасплох на утренней пробежке и все в таком духе. Эргономика у S8 не лучшая, я очень рад конечно, что Samsung уместили достаточно большой экран в компактный корпус, но это не отменяет того, что во всем доспехе нет ни единой матовой точки. Все глянцевое, блестящее и скользкое, ухватиться здесь ладони тупо не за что и смартфон постоянно норовит выскочить из рук. Да, силиконовый чехол решит эту проблему, но фишка в том, что ее можно было бы и не создавать немного сильнее, почесав репу на этапе проектирования смартфона. Масло в огонь подливает то, что на тыльной панели нет олеофобного покрытия и в результате стекло выглядит красиво только после тщательного вытирания микрофибровой тряпкой. Специально для тех, кто думает, что стекло без жиротталкивающего покрытия не такое скользкое, у меня есть плохие новости, это не так. Аппарат замечательно ползет по наклонным поверхностям и пару раз чуть не упал у меня с подлокотника дивана. Как итог, корпус и не сильно удобный для повседневного использования, и не так красив, как мог бы быть. Ну да ладно, хватит ныть по поводу очевидных недостатков стеклянных смартфонов, переходим к неочевидным. Из-за нестандартной компоновки лицевой панели сканер отпечатков пальцев пришлось перенести в самое неудобное место из всех, что я видел. Живет он справа от камеры на тыльной панели, и как правша я дико не одобряю такое расположение, хотя симметричный перенос сенсора на другую сторону, по правде говоря, проблемы не решил бы. Тянуться к нему неудобно, и если вы юзаете дактилоскоп только для разблокировки смартфона, то вам по сути пофигу, потому что есть сканер радужки и лица, которые делают использование датчика отпечатка необязательным. Но у меня, например, вход в клиент интернет-банкинга работает только при помощи сканера пальца, и пользуюсь этим приложением я очень часто. Говоря о сканере лица и радужки, отмечу, что первый нужен постольку поскольку, ибо второй А работает так же быстро, Б работает даже в темноте, В узнает вас в непобритом состоянии, с новой прической или разукрашенным на косплей вечеринки лицом, тогда как фронтальная камера, скорее всего, хозяина не узнает. Стоит отметить, что заполнив почти всю лицевую панель экраном, производитель решил сохранить тактильные ощущения, с которыми ассоциировались прошлые модели компании. Таким образом, по центру нижней грани дисплея у нас живет датчик давления, расширяющий функционал кнопки «Домой». Несмотря на ее программную реализацию, клавиша доступна по нажатию везде, даже там, где она не отображается. С ее помощью можно будить смартфон, а нажатие на эту область выбросит вас на рабочий стол не только с экрана блокировки, но и с любого приложения. В теории удобно, и даже очень. На практике в тех же танках в этой области живет ремкомплект, и почти всегда вместо починки мы вылетаем на главный экран. В общем, полезно это далеко не всегда. Как и у большинства смартфонов, имеющих программные кнопки, их можно поменять местами и изменять цвет подложки. Также в духе аппаратов с 3D Touch, чувствительность экрана, а точнее его области к нажатию, можно настроить. Короче говоря, Samsung постарались не изменить ощущения от смартфона Galaxy переходом с аппаратных кнопок на программные, и не похвалить их за это нельзя. Я думаю, нет смысла заострять внимание на том, что смартфон от A-бренда с ценой в почти штукарь зелени собран хорошо. К исполнению аппарата придраться нереально, все сделано по-людски. По корпусу теперь точно все. Переходим к основной фишке устройства – экрану. Дисплей имеет диагональ 5,8 дюймов, разрешение 2960 на 1440 и соотношение сторон 18,5 к 9. Технически Samsung гений, видимо удалось уместить экран фаблета в корпус смартфона. На практике уж очень много «но» есть в этом достижении. Во-первых, это не совсем те 5,8 дюймов, которые мы привыкли видеть. Экран вытянут по вертикали, и поэтому его реальная площадь меньше, чем у других аппаратов с такой же номинальной диагональю. Во-вторых, такое конское разрешение не особо нужно в повседневных задачах, и даже более того, оно вредит производительности. При его активации помалу начинает тормозить тупо все, даже интерфейс грузится туже. Внимание, вопрос. Зачем тогда это все? Ради цифр в строке характеристик? Юмор в том, что в настройках есть возможность понизить разрешение экрана на уровне софта. И судя по наличию этого ползунка, производитель в курсе описанных ранее проблем. Но решать их по-человечески у него желания нет. Последним неприятным моментом является то, что контента с соотношением сторон 18,5 к 9 по сути нет. Фильмы в сети продаются в 16 на 9, YouTube туда же, мобильные игры тоже самое. До чего далеко ходить, сам Samsung Galaxy S8 снимает ролики в 16 на 9, а фотки в 4 на 3. При просмотре видео у нас либо остаются черные полосы по краям, либо картинка обрезается по вертикали. С играми проще, некоторые из них умеют адаптироваться, но, например, в тех же танках значение FPS живет в углу, и оно замечательно обрезается скругленным экраном. Короче говоря, получается фишка ради фишки. Возможно, эта тема намного опередила свое время, но пока что ситуация получается такой же, как и с USB Type-C в новых MacBook. В теории круто, но на практике проблем больше, чем преимуществ. Забывая о неготовности мира к таким решениям, можно сказать, что перед нами один из лучших экранов с шикарными углами обзора и охрененно широким диапазоном регулировки яркости, позволяющим уверенно себя чувствовать как на улице в солнечный день, так и в помещении в полной темноте. Цветопередача в духе AMOLED матриц насыщенная, но для любителей спокойных цветов имеется режим основной. В сети есть информация о кривой калибровке экрана по балансу белого, и как показывает опыт западных обозревателей, это действительно так. Разные экземпляры S8 могут иметь более зеленый, красный или синий экраны. На самом-то деле, многие делают из мухи слона в погоне за шикарными просмотрами роликов или страниц новостей на сайте, ведь эту проблему можно исправить при помощи ползунков, встроенных в родную прошивку смартфона. Плохо только то, что доступны они пока что только в адаптивном режиме. Из полезных настроек также отмечу фильтр синего, снижающий нагрузку на глаза, например, при продолжительном чтении или просмотре фильма с экрана телефона. Также можно задать список приложений, которые будут по умолчанию запускаться в полноэкранном режиме, который для того же браузера очень даже актуален. Одной из фишек экрана является Always On Display. На потушенном дисплее всегда отображается время, процент заряда и иконки уведомлений. По приблизительным подсчетам, включение этой функции увеличивает расход заряда батареи на 15-20% в день. Да, это немало, но учитывая то, как часто мы будем смартфоны попусту на работе или дома просто для того, чтобы убедиться, ничего ли мы не пропустили, я могу смело сказать, что оно того стоит. Проценты батареи далеко не так дороги, как наше с вами время. Едем дальше. Производительность. Если закрыть глаза на рандомные подлагивания системы, связанные с сыростью ПО, можно сказать, что работает смартфон очень даже шустро и плавно. Оболочка листается гладко, софт летает, но в принципе от флагманского смартфона компании с мировым именем другого ожидать и не стоило. Чисто для справки, на рынке присутствуют две модификации смартфона. Одна на процессоре от Qualcomm и вторая на чипсете производства Samsung. У нас на тесте находится последняя. В ней установлен Exynos 8895, состоящий из графики Mali-G71 MP20 и процессора с 4,2,3 ГГц ядрами. И таким же количеством вспомогательных работающих на частоте 1,7 ГГц. Оперативы 4 ГБ хранилища 64 с возможностью расширения при помощи microSD карты. Производительность этого фарша зашкаливает. Даже графика от Mali-G, к которой я всегда относился скептически, внезапно радует высокими показателями производительности и вполне адекватно проявляет себя в играх. Танки на первых парах идут на 60 фпс при максимальной графике и проседать частота кадров начинает только после повышения температуры начинки, а происходит это обычно через 20 минут игры. Если вы не лютый геймер и не просиживаете дни напролет в виртуальном мире, вы скорее всего никаких тормозов не заметите. С остальными играми тоже все хорошо. Они радуют визуальными эффектами и плавностью отрисовки. Исключением являются разве что неадекватные тени в Need for Speed No Limits. Все остальное работает как по маслу. Короче говоря, в этом году Samsung обрадовал аппаратной начинкой по полной программе. Придраться в этом плане к устройству особо и не за что. Питает смартфон батарея на 3000 мАч, которые, к сожалению, хватает впритык на рабочий день с посредственной нагрузкой. Написание этого сценария в пути на работу съело около половины батареи. До вечера при таких раскладах смартфону сложно дожить даже при минимальной активности. Короче говоря, либо над прошивкой корейцам стоило поработать лучше, либо батарейку установить побольше не мешало бы. Единственное, что радует, так это возможность заряжать смартфон по беспроводу. На самом деле это очень важно, ведь мокрый телефон кормить через залитый водой Type-C порт нельзя. Для зарядки можно использовать не только фирменную станцию от Samsung, но и любую другую, работающую по стандарту Qi. Возвращаясь к теме прожорливости смартфона, отмечу, что установка пониженного разрешения экрана в теории дает небольшой прирост в автономности и плавности отрисовки интерфейса. На практике отличия в производительности заметны едва ли, и после пятого обновления системы они исчезнут полностью. В свою очередь, значительного скачка автономности я не ощутил вообще. Переходим к мультимедийным возможностям и начнем с самой вкусной составляющей всех флагманов Samsung. Камеры. Фоткает смартфон просто очешуительно. В условиях хорошего освещения аппарат выдает безупречные снимки. С немного приукрашенной цветопередачей, по умолчанию и недурственным динамическим диапазоном, хорошей резкостью при съемке на бесконечности и ламповым размытием фона на снимках ближних объектов. Спасибо за это стоит сказать о пертуре оптики F1.7, благодаря которой, к слову, S8 удается с рук клепать ночные снимки, которые и не снились большинству смартфонов. Впрочем, в солнечный день этот аппарат тоже удивляет и позволяет снять резкую фотку шатающегося на ветру цветка, что удается далеко не всем, а все благодаря крайне короткой выдержке. Фронтальная камера днем радует по полной программе, что не менее важно, во тьме ночной она тоже не бьет лицом в грязь. Да, качество не супер, но в таких условиях конкуренты сливаются по полной, тогда как Samsung снимает вполне четкие фотки. К слову, это один из немногих девайсов, который пишет 2К ролики с фронталки, и качество у них вполне себе ничего. Основная камера пишет видео в 4К, при дневном освещении картинка песня, но как и в случае с фотками, ночью здесь тоже есть на что посмотреть. За отсутствие тряски говорим спасибо изумительной оптической стабилизации изображения, а за довольно чистую картинку грамотной работе шумодава. Также нельзя не отметить дополнительные режимы записи видео, а именно замедленная съемка и Full HD с частотой кадров 60 фпс. Также в арсенале камеры смартфона есть HDR ролики и следящий автофокус, но доступны они лишь при съемке в разрешении 1080p и ниже. Не сказал бы, что это все очень нужно типичному юзеру смартфона, но кому-то оно явно пригодится. Ну и фана ради, в камеру встроен наркоманский режим селфи, в котором камера сама дорисовывает к распознанным лицам разного рода смешнявости. Штука, по правде говоря, бестолковая, но на правах поржать в компании друзей покатит более чем. Звук Galaxy S8 в наушниках, как для смартфона, очень неплох. Детализации хватает по всему частотному диапазону. Мыла, как и перевеса в сторону басов, нет. Для любителей настроек в смартфоне присутствует куча разнообразных фич для улучшения звука и изменения его параметров. Мультимедийный динамик в гаджете всего-то один, и решетка у него не самая огромная в мире, но это не мешает аппарату выдавать очень чистый и громкий звук. Рингтон вы стопудово услышите даже у шумной трассы, да и поиграть во что-нибудь со включенными эффектами вам никто не запрещает. Ну и напоследок немного о софте. Аппарат работает на Android 7.0, поверх которого производитель накатил интерфейс собственного разлива Samsung Experience 8.1. Из полезных фишек, не отмеченных в теле обзора, на ум приходит режим в кармане, который предотвращает случайную разблокировку устройства. Быстрый запуск камеры и режим для управления одной рукой, который вовсе не помешает привыкшим к миниатюрным смартфонам людям. Как и в Galaxy S8 Plus, здесь имеется Edge меню. Оно позволяет быстро получать доступ к самым востребованным функциям смартфона, будь то погода, календарь, меню оптимизации или быстрые пресеты для съемки скриншотов. Все это дело можно настроить, и как видите, вариантов экрана у этой фичи хватает. Осталось только выбрать то, что нужно именно вам. С давних времен смартфоны Samsung оснащаются приложением Health, которое позволяет при помощи специального оптического датчика замерять сердечный ритм и уровень кислорода в крови, давать оценку уровню стресса организма, а также собирает общую статистику об активности. Назвать бесполезной эту программу нельзя, но учитывая то, что у меня смартфон часто живет на столе, да и замерять пульс нужно преднамеренно, адекватность собираемой информации в моем случае очень сомнительна. Новшеством 2017 года стал умный ассистент Bixby, для которого даже выделили отдельную аппаратную кнопку на левой грани смартфона. Пока что он практически полностью копирует тот же Google Now и прошлый агрегатор информации от Samsung. По сути, единственным нововведением от корейцев является Bixby Vision, который умеет определять предмет по фотографии и искать его в торговых сетях. Все бы хорошо, но, во-первых, подобные сервисы давным-давно существуют, да и к тому же точность определения товаров пока что хромает. Из того, чем я пользовался постоянно, не могу не упомянуть о двухоконном режиме, который на порядок повышает комфорт при работе параллельно в нескольких приложениях. Ну и по традиции Samsung оснастили смартфон мощным приложением для сбережения энергии. Максимальный режим, в котором ощутимо урезает возможности смартфона, но позволяет прожить ему полтора дня на 50% батареи, что очень даже серьезно. Ну что, подводим итоги. Galaxy S8 действительно очень хорош, но, к сожалению, так называемые нюансы все же есть. У него не лучшая автономность, скользкий корпус и экран, возможности которого до конца не раскрыты. Но давайте будем честными, тот же безграничный дисплей действительно выглядит футуристично. Да и корпус при всех его недостатках обладает влагозащитой и в целом приятно выглядит. Добавьте к этому шикарную камеру, высокую производительность, кучу разнообразных фишек вроде того же сканера радужной оболочки глаза. И в итоге из не очень хороших аспектов останется разве что автономность, которая у флагманов последних времен действительно хорошая и бывает разве что на правах исключения. Короче говоря, если вы до сих пор думаете, стоит ли брать новую галактику, можете смело сгребать деньги в кучу и топать в магазин, ведь за эту немалую сумму найти девайс, который будет лучше S8 во всем практически нереально. Ну и на этом у меня пожалуй все. Ссылки на этот смартфон в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете, как всегда ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, проект Ferrum.com, ставим лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео с друзьями, это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр, пока! Как вам табачок? Отличный! Супер! Ага! А я могу это убрать? Нет? То есть я и есть буду так? Да! Знаешь что, Дима? Шо? У нас с тобой на головах ободки от унитаза. Открывай рот, шикарин!